Здравствуйте! Барнаул полон тайн и загадок, нужно только суметь их разгадать. О городских мифах и легендах, а также о том, как они появляются, мы сегодня поговорим с известным в крае историком, доцентом кафедры отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета Аркадием Васильевичем Контьевым. Здравствуйте, Аркадий Васильевич! Здравствуйте! Если говорить о топ-5 или топ-10 наиболее популярных, интересных или важных для вас, или наиболее значимых для вас городских легенд и мифов, какие бы вы назвали? Ну, надо сказать, что вообще не так много у Барнаула легенд и мифов. Конечно, на первом месте и по сюжетной линии и так далее. Это «Голубая дама», это такие более мелкие сюжеты, связанные с алтайскими горными офицерами. Это, ну, пожалуй... Демидовские, да, все эти истории? Да, Демидовские. Но проблема заключается в том, что Демидовские истории, они с Барнаулом связаны с Алтайским краем. Относительно, да. Много, потому что в 44-м году Барнаулский завод опущен, в 45-м Демидов умер. И здесь... Хотя есть легенды, что Демидов сюда приезжал, что... О том, что он проклял Барнаул, это очень известно. О том, что он проклял Барнаул. Потому что у него вроде как отобрали завод. Да. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Ну, в принципе, о Демидовском периоде легенд немного, но они более такие сочные, потому что они как раз идут с 18-го века. Это про тайную плавку Демидовым алтайского серебра, которая даже превратилась в такую научную, лженаучную легенду, потому что ее можно почитать уже в солидных изданиях. О том, что Демидов здесь ездил в золотой карете, вот это уже фольклорное предание. Еще Розан Михаил Федорович собирал эти сведения в первой половине. Даже где-то колесо золотое у нас до сих пор на дне одной из речушек хранится. Да, это оглобля или колесо. В принципе, надо понимать, что вот такие вещи, как клады зарытые, драгоценности или кладбище, они всегда являются пищей для таких легенд. И Демидовский сюжет здесь есть, хотя в связи с тем, что Барнаульский завод уже практически начал действовать после смерти Демидова, таких легенд немного. Аркадий Алексеевич, а у него действительно в это время отобрали Барнаульские заводы, наверное, поэтому и появилась. Да, легенда появилась, это молодая легенда, она появилась только в 20 веке. Что вот, эта легенда отличается от любого рассказа тем, что это попытка объяснить известные факты. Факты какие были? Наводнение, несколько таких крупных, особый крупный, пожар 17-го года и так далее. И, конечно же, надо провести эту параллель. И пытаются проводить эту параллель, что это значит, Демидов проклял, поскольку у него забрали эти заводы. Хотя, надо понимать, что Демидов умер за 2 года до того, как забрали. Но легенда никогда рационально возвернула, в легенде искать не надо. Там именно такое народное объяснение какого-то явления. Аркадий Алексеевич, а здесь действительно печатались деньги, так называемые, даже нельзя назвать это фальшивыми. Получается, они же не фальшивы, они были настоящие. То есть, вот тоже существует легенда, что Демидов здесь в Барнаулье печатал свои деньги, или как их назвать? Нет, это классический перенос, потому что эта легенда появляется в Невьянске, в Нижнем Тагеле, потом переносится на остров на озере Белом, а потом и на Барнаул. Хотя, повторяю, здесь медь только плавили при Демидове, и, в принципе, нигде, могу так сказать, нигде не чеканили Демидовское серебро. Это чисто народная легенда, которая пытается объяснить, почему же у Демидова забрали, и почему же он был такой богатый. Да, и что, вроде как, тоже продолжение этой легенды, что якобы была организована проверка, и чтобы скрыть это все, были затоплены подвалы вместе с людьми, с рабочими людьми. В Нижнем Тагильском заводе. А сюда уже переносится, везде ищется пруд, везде ищется остров, или там башня, и так далее. Поэтому вот этот Демидовский период, он слабо представлен в легендах. Вот горнозаводской период, действительно, самая известная наша голубая дама, она же возникла, эта легенда, из обычной, ну, так сказать, былички, которые рассказали нашему писателю, главе города Черкасову. Он в 1870 году как раз это опубликовал, что изначально это была синяя дама. Вот эта синяя дама, она якобы в доме губернатора, но она на самом деле, по тому рассказу первому, она была похоронена в саду у калитки этого дома, и вот она появляется. А уже Марк Юдалевич, он, конечно, из этой былички сделал настоящую легенду по всем канонам. Каким канонам? Здесь появляется сюжет, появляется сакральная жертва. Вот, в принципе, вот это очень архаичный, на самом деле, сюжет, когда замуровывают в стену. Да, вот эту жертву замуровывают в стену. Я, кстати, посмотрел, и в Зминогорске есть легенда о том, что в плотину замуровывали, чтобы плотина была плотная, не разрушилась и так далее. Это уже тот случай, когда народная быличка усилиями писателя превратилась в такую полноценную классическую легенду, которую, собственно, мы все знаем сейчас. Но вот дальше уже начали копировать на Урале, ее там есть. Но изначально литераторы специально проводили более древнего. Хотя сакральная жертва, она есть в очень древних легендах всех народов, фактически. Это вот горнозаводская. Это случай, когда из народной былички стала литературной и опять пошла в народ. Другая легенда – это о том, что даже она не легенда, такая тоже быличка, о том, что алтайские народы говорят, что жены алтайских офицеров отправляли стирать белье в Париж. Да, во Францию. Я попытался, когда писал учебник по истории Алтайского края, я пытался просить, откуда корни. Действительно, в 1862 году Григорий Потанин в журнале «Колокол» в Лондоне, который издавался, он написал, что была такая жена начальника заводов горного Денгросса, Екатерина Денгросс, и вот она якобы свое батистовое платье по почте отправляла нигде это. Вот здесь непонятно, или он взял легенду и запустил ее, и теперь весь народ об этом рассказывает, или… Но это как раз попытка объяснить богатство алтайских офицеров. Конечно, совершенно нерационально стирать белье в Париж и так далее, но народу надо было объяснить, потому что действительно алтайские горные офицеры в XIX веке тратили больше, чем зарабатывали. И вот эта вот легенда, она как раз пыталась такой… Хотя сюжетно здесь ничего не возникло. Есть еще… Да, Аркадьевич, а вот с именем Ползунова что-то… Есть какие-то легенды, истории? Вот такая вроде фигура мировой известности, то есть, но вот что-то есть… В фильме о Ползунове вот стройных легенд я не нашел. Ну, может, тоже былички, может, какие-то байки, истории… Да, есть сведения о том, что самого Ползунова, когда он строил свою машину… Представляете, это пятиэтажное здание, это то же самое, что сейчас бы даже более чем… Сейчас бы космический… Космодром бы ставили здесь строить… Практически, да, для людей. Вот, его считали колдуном, чернокнижником и так далее, но как-то дальше… Есть другая, есть еще такое понятие, вот то, что я говорил, лженаучная легенда. Она сравнительно недавно, два года назад, в Бесогоне была озвучена Михалковым, который в очередной раз попал в просаг, потому что он не понимает отличия легенды. Да, да, к сожалению. Там смысл в чем заключается? Что был Фальк, который украл изобретение Ползунова и передал ее Джеймсу Уатту. Собственно, Джеймс Уатт, известный изобретатель, с которого начинается промышленный переворот. Здесь тоже всегда надо искать реальные факты. Действительно, в 1771 году Барнаул посетил Петр Фальк, который даже… Ползунова уже не было в живых. Он осмотрел машину у Ползунова, даже частично ее описал, упомянул, по крайней мере. И в Англии среди знакомых Джеймса Уатта был Фальк. Это два разных человека совершенно. Но легенда, она вот такая всегда упрощает. Вот она связь. Значит, все очень просто. Научная или лженаучная легенда, она появляется тогда, когда надо что-то объяснить. Когда у автора уже все известно, осталось только найти факты. Вот у Михалкова это не только он нашел, что англичане все своровали у нас. И очень красиво получается. На самом деле, конечно, это совершенно разные технические. Аркадий Васильевич, извините, вынужден вас прервать, но у нас будет еще не одна, я думаю, с вами встреча, потому что в этом году 290 лет отмечает наш город. Через 10 лет 300 лет Барнаул будем отмечать. Я думаю, что мы обязательно встретимся с вами, поговорим о легендах, о Михахах, о судьбах исторических зданий, которые наверняка нужно восстанавливать в нашем городе. Большое вам спасибо, удачи, до новых встреч. А я напоминаю, что у нас в гостях был известный историк и краевед, доцент кафедры отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета Аркадий Васильевич Контьев. Спасибо за внимание, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова